Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Я рада приветствовать вас на этой традиционной пресс-конференции, которая анонсирует одно из главных кинособытий уже много лет, осенних кинособытий. В этом году это 18-й Байкальский международный кинофестиваль «Человека-природа». В этом году он пройдет с 19 по 23 сентября. И нужно сказать, что, как всегда, мы ожидаем очень много нового, интересного. Примечательно, что эта пресс-конференция проходит накануне Дня российского кино. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех, кто связан с кинопроизводством в Иркутской области, и всех, кто любит хорошее и качественное кино. Кинофестиваль «Человека-природа» был задуман как киноплощадка, которая должна сформировать экологическое сознание. И очень хорошо сказал об этом Валентин Григорьевич Распутин. Выразительный язык кино сможет лучше достучаться до современного человека. В этом главное предназначение экологического кино «Человека-природа». Мы с этим абсолютно согласны и каждый год стараемся поддерживать основную идею этого кинофестиваля. Традиционный фестиваль поддерживает правительство Иркутской области и Министерство культуры и археев Иркутской области. И, конечно, это значимое мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Нужно сказать, что каждый год фестиваль совершенствуется. В него жизнь вносит свои коррективы, и, конечно, с каждым годом мы стараемся сделать его интереснее. В этом году фестиваль пройдет под знаком Года театра, который был объявлен в России в 2019 году. И поэтому на фестивале будут особые гости, будут сюрпризы. В этом году театр нации принял приглашение кинофонда областного Иркутского. И поэтому пройдет творческая лаборатория вместе с актерами Черемковского драматического театра, который состоится накануне фестиваля. То есть с 15 по 23 сентября пройдут мероприятия, посвященные созданию эскизов. А 23 сентября на сцене областного Иркутского театра, театра юного зрителя имени Александра Вапилова, состоится премьера эскиза спектакля, который станет победителем лаборатории. К нам приедут такие гости фестиваля, как Олег Лаевский, арт-директор лаборатории Государственного театра нации, театральный критик Елена Носова, куратор театральных проектов Государственного театра нации, Алла Михалева, руководитель литературно-драматургической части Государственного академического театра имени Моссовета, театральные режиссеры, такие как Владимир Золотар, Кирилл Вытоптов и Елизавета Бондарь. Интересно, что столичные режиссеры, педагоги, критики проведут профессиональные тренинги, индивидуальные консультации и подготовят, создадут несколько эскизов победителя, который будет представлен как раз на сцене театра юного зрителя. Как я уже сказала, 23 сентября, 18 часов. Ну вот это один из акцентов, который я хотела поставить в своем выступлении. И второй касается острой темы этого года. Конечно же, фестиваль «Человек и природа» не мог обойти стороной тему наводнения, последствий, которые принесла природная стихия жителям нашего региона. И президент фестиваля Сергей Валентинович Мирошниченко инициировал круглый стол. Круглый стол на тему «Все равны перед экологической бедой. Пути решения проблем после наводнений в Иркутской области». Это будет одно из значимых событий кинофестиваля. И его участниками станут руководители четырех министерств Иркутской области. Крючков Андрей Валерьевич, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области. Старь Сюлевич Ольга Константиновна, министр культуры и архивов Иркутской области. Попов Александр Константинович, министр по молодежной политике. И Родионов Владимир Анатольевич, министр социального развития, опеки и попечительства. И, конечно, для участия в круглом столе приглашены общественные деятели из природоохранных организаций. Кроме того, приглашены представители киносообщества Иркутской области и ученые-экологи. Мы надеемся, что этот круглый стол будет очень интересен, полезен. И оставят, конечно же, выводы, которые потом могут пригодиться нашему сообществу и вообще жителям Иркутской области. И круглый стол пройдет в библиотеке имени Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского, также 23 сентября.